МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Днём Ангела, дорогие именинники! Все возможные достоинства редко сходятся, как в фокусе в одном человеке. Так уж Господь премудро распределил таланты и дары, что у одного есть богатство, у другого благородство, у третьего красота, у четвёртого знание. И имеющее одно нуждается в другом, имеющим другое. А мы сегодня расскажем о девушке, на которой сошлись множество талантов и множество особенностей хороших. Она была богата, умна, красива, рассудительна, благородна. Звали её Екатерина, что в переводе с греческого языка означает «всегда чистая». Сия Екатерина родилась в Александрии во второй половине третьего столетия. Многие сватались к ней, многие просили её руки. Сражённые одни красотой, другие привлечённые богатством. Но Екатерина отказывала им, поскольку не могла найти себе достойного мужа и жениха. Один был некрасив, другой небогат, третий неумён, четвёртый худороден. Наконец приснился ей сон, в котором она видела красивую госпожу с ещё более красивым младенцем на руках. Екатерина хотела посмотреть на младенца, но затворачивался от неё и говорил «ты худая и безобразно». Худа в смысле «плоха». После этого видение Екатерина потеряла аппетит, стала думать «кто же это?». Видение продлилось ей, потом повторилось. Она узнала, что сей отрок есть Иисус Христос на руках Пречистой Богородицы. Нужно сказать, что видение пришло к ней не случайно. Однажды она познакомилась со священником, который в ответ на её притязание, на достойного мужа, сказал, что он знает одного такого, который красивее всех, мудрее всех, сильнее всех и самый благородный. Катерина хотела его увидать, и вот в ответ на это желание и являлись ей ночные видения. «Пусть она крестится», – сказал, не поворачивая головы божественный младенец. Катерина проснулась и решила креститься. Священник, научивший её вере, крестил её. После этого видение повторилось, и Господь повернулся к ней, ласково на неё взглянул, дал ей перстень на палец и сказал «Я твой жених, жених небесный, не знай жениха земного». Проснувшись, Екатерина увидела на своём пальце перстень и поняла, что это не было просто видение, а это была реальная встреча её с Христом и Богоматерью. После этого в Александрии был языческий праздник, на котором Екатерина, уже уневещенная Христу, обручённая с ним, возмущалась духом о том, что цари и люди чтут бездушных идолов и не знают единого истинного Бога. За её обличение, за её праведный гнев она была вызвана к царю и началась история её страданий. Вначале Екатерину убеждали отказаться от своих мыслей, но она была тверда. Затем призвали мудрых мужа-язычников, и Екатерина, сама прекрасно образованная девушка, обличила их суетную мудрость и убедила веровать в Христа, за что и эти мудрецы, уверовавшие, были казнены и стали мучениками. После этого предстояли ей и страдания. Колесо мучилищно, на котором вращали святую деву, чтобы раздиралось острое и ключи её тела, поломалось. После долгих истязаний Катерину казнили через отсечение головы. Сегодняшний праздник напоминает нам, дорогие братья и сестры, о том, что красивее всех, мудрее всех, богаче всех, благороднее всех, это является Христос Господь. В Нём все сокровища мира, в Нём всё богатство, вся сладость, вся красота. Он есть крайнее и конечное желание нашего сердца, поскольку в Нём сочетается всё доброе, всё святое и вечное. Вспомним об этом, ибо без Него мы и худы, и бедны, и безобразны. Кроме носящих это красивое имя, Екатерина, мы сегодня поздравляем с Днём Ангела Августу, Порфирия, Симеона и Меркурия. С Днём Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах.